Добрый день, дорогие друзья! Приветствую вас в городе-курорте Анапа. На календаре сегодня 19.04.2022 год и мы пойдем с вами смотреть на надпись, которая гласит «Летуй в Анапе». Вы не ослышались. Есть такое, кстати, слово и оно используется крайне редко. Но наша администрация решила сделать это девизом летнего сезона 2022 года. В свои комментарии пишите «Летуй весной иди на летний отдых в Анапу». Ну, почему бы и нет, собственно, звучно. И самое главное, что в соцсетях поднялась такая прям нешуточная борьба. Стоило это или не стоило делать? Ну, а самое главное то, что Анапа зазвучала опять во всех новостях. Сегодня у нас ночью прошли дожди. Вы видите, что на машине вот такой как песчаный покров. Говорят, что это принесло какой-то песок с пустыни к нам. Ну, теперь все машины поедут на мойку. Ну, а моя уже привыкла. То есть для нее это нормальное состояние. Ну, а мы находимся сегодня с вами на улице Гребенской. И сейчас пойдем прогуляемся именно к центральному пляжу города-курорта Анапа. Пристегивайте ремни. Мы начинаем, ребята. Не забывайте подписаться на ВКонтакте-группу Юрия Азаровской. Также добавляйтесь на личную страничку. Ну, а очень сильно прошу и Яндекс.Зен, и Рутуб. Юрия Азаровской найдете везде. Ну, а также жмите кнопочку «Поделиться». Ребята, это важно для развития нашего путешествия. Всем приятного настроения. Чем радует конкретно Анапа? То, что здесь уже пооткрывались торговые точки. Можно уже покупать платьевки разнообразные. То есть у нас рабочих мест здесь побольше. Видите, вчера, конечно, все только готовилось и было немного грустно. Здесь мы видим и товары первой необходимости для наших отдыхающих. Это сувениры, всякие платьюшки, хотя бы по такой погоде, как сегодня. А сегодня у нас плюс 9 и идет мелкий дождик. Они не особо нужны. Ну, вот есть и кофточки, которые продают. Ну, а также ровное количество разнообразных сувениров. Также реализуют. В Диркинке никуда уходить не собирался. Функционирует, играет музычка. Это хорошо. А здесь чуть-чуть дальше, уже за заездным слием Спартак, огромное количество торговых площадей открыли свои, так сказать, паралеты и лаки для того, чтобы привлекать наших покупателей. И вы можете увидеть, что их тут действительно много. Они все вышли и что-то покупают. Это прям классно, ребятки. Ведь именно это и привлекает людей, когда есть жизнь и есть такая, говорится, движуха. Гораздо более грустно видеть, когда ничего не работает. А так мы очень рады. Всем открытимся порой летом. Дай бог, что подогреться. И туристы подтянулись. Ой, посмотрите, какая красота, ребята. Тут высадили вместо Туй новые деревья. И они уже пускают первые цветочки и листочки. Великолепно. Очень интересно в этом году, насколько поменяются цены. Потому что все дорожает. Вчера видели на параллели шашлык по 77, который был по 57. Но потом сравним. Тут еще замены не произошло. С левой стороны мы видим, что тоже готовится кафе к открытию. Золотой пляж аквапарк. Еще рано о нем думать. Но синдика пока еще не функционирует. То есть можем, кстати, посмотреть на наши ценники, которые в этом году. Товар покажем тоже, конечно. Так неинтересно. Вот, что напекли девочки. Все горячее. Красота. Спасибо большое. Вот такие общительные у нас ребята. Сами покажите. Вот так и должны работать торговли. Работает те, друзья мои. Фух. Я все ближе, ближе и ближе к морю. Нам интересно, что же будет такое. Столько эмоций, столько обсуждений. Допустим, Дюна работает. Тоже можете прийти, перекусить прямо перед пляжем. Причем круглогодичный здесь. И это тоже очень хорошо. Даже с левой стороны смотрю, что закрыли кафе. Какой-то покрывалом, так сказать, укрыли. Походу тоже идет ремонт. Подготовка в сезон 2022 года. Отовсюду слышим звуки работающей техники. Здесь парк Джузеппо. Тоже уже готовится к открытию. Это все заведения, которые открываются одним из первых. И радуют наших гостей. Будем посмотреть, потому что обычно ничего не меняется. Но в этом году мы надеемся, что что-то интересное придет. И допустим, вот вам, пожалуйста, уже идет Гритт-стрит. Называется новое заведение. Мы обязательно придем сюда что-нибудь перетесить и попробовать. И вход на центральный пляж в город-коррот Анапа. Люди, люди. Слушайте, Анапа все-таки поживее выглядит, конечно, чем мы были в Витязево. Здесь даже в такую погоду, сколько народу прогуливается. 250 рублей молочный коктейль будет стоить. И мороженое 100 грамм 200 рублей. Знаменитая кафеерина тоже готовится к открытию. Ну и мы выходим на пляж, ребятки. С левой стороны работает кофейня. С правой стороны здесь барабуля по 200. Молочный коктейль 150, гримкин 150. И интересно, почему швычок стоит, ребятки. Такие вот ценники. Причем и пивасик мы развели фон, и потанцевать, покушать. Мы в этой столовой как-то раз ели. Было очень вкусно. Все задаются вопросом, конечно, откуда привезли песок в этом году для подсыпки на центральном пляже. Это прям очень интересно. Бутылки остались на месте, но убрали от них новогодние фрукты. Как водичка? Хорошо. Вообще хорошо. Это прекрасно. Тоже первые свежие листочки, качельки, ребятки. И это прям шикарно. Люди купаются. Как вода, ребята? Отлично. Тепленькая. Попробую? Обязательно. Спасибо большое. Поток людей нескончаемый. Очень красиво выглядит, кстати, вот скамеечка в виде рыбки. Ну и хочется, чтобы скорее уже стало теплее. К концу этой недели на выходные уже должна прийти хорошая погода. Мы на это очень сильно надеемся, на что она нас порадует. Но пока людям не мешает даже и такая пасмурная. Приходят, гуляют, наслаждаются. Прям красота вокруг. Вот так вот можно посмотреть, как можно сидеть, отдыхать, получать удовольствие. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Ну и добрались мы, собственно, до неоднозначных, так сказать, надписей. Хотя, в принципе, в русском языке это все существует. И как-то наезжать особо не стоит. Можно было, конечно, отдыхать в Анапе, придумать что-нибудь попроще. Но в любом случае, креатив, такой креатив. Мне уже кажется, скоро, знаете, в море все заставят. Надпись «Море в море». Летуй в Анапе, есть качельки. Но качельки, честно, они прям пользовались огромным спросом. Поэтому против них даже слова никакого не хочу сказать. Это было действительно круто. И я думаю, что в этом году будет не меньше желающих на них покататься. Когда их только установили, первые люди уже побежали на них кататься. Я это видел по фотографии в соцсетях. Ну, круто смотрится. В общем, Летуй, ребята. Мы вас всех ждем. Самое главное, чтобы вы приехали в Анапе. А то, чем вы тут будете заниматься, не настолько важно. Главное, чтобы удовольствие получали. И запомните это. Это самое важное от души. Температура моря 11,4 градуса на центральном пляже города-карорта Анапа. Вот так вот, друзья мои. Летуй, не летуй. Но лайк обязательно подставь. Море Анапа. Это все наше. Ради этого, я думаю, приедет огромное количество людей, чтобы сфотографироваться с этой надписью. Залезть на ту. Потому что летом, я думаю, что это будет востребовано. Такие вот изменения. Я сейчас вижу, что отглаживают подложку. Пляжа поднимают уровень здесь повыше. Уже возят песок. То есть пляж восстанавливают к сезону 2022 года. Обещают, что 1 мая здесь уже все будет готово. Ну, придем, посмотрим, конечно же. Сейчас самая большая проблема для нашего города – это загрязненные пляжи Кионерского проспекта. Кстати, даже не удивлюсь, если на этих пляжах нефти мы не найдем. Почему? Потому что здесь как будто и течение основное проходит туда, в сторону Джимоте. Хотя за речкой Анапкой я находил тоже вкрапление. Не хочу искать. Арматы здесь не чувствую. Поэтому просто гуляю. И сочувствую всем тем, кто любит море. Но сейчас далеко от него. Итак, друзья, благодарю за прогулочку. Надеюсь, что было быстро, информативно и интересно. Вы посмотрели, нажали на кнопочку «Поделиться», в какой бы сети вы не смотрели. И отправили своим близким и друзьям. Подписывайтесь на канал, где вы смотрите. И обязательно подпишитесь на нашу группу ВКонтакте, на мою личную страничку ВКонтакте. Столько соцсетей появилось, я уже устал их постоянно повторять. Также в Яндекс.Дзен буду признательно благодарен. Там нужны подписчики. И буду благодарен за подписку на Рутуб и Витоб. Всем море на завтрак. Отдыши. Субтитры сделал DimaTorzok Дима Торзок Дима Торзок Дима Торзок Дима Торзок Дима Торзок Дима Торзок Продолжение следует...